Юнармия, 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 вперед! Мы помним наши славные победы! Молодые, полные патриотизма и чувства долга перед Отечеством. Юнормейцы исполняют свой гимн на высоте почти 100 метров. Со смотровой площадки башни Согласия они своей песней встречают юных товарищей, которые в свою очередь развернули на площади Алания большое знамя с говорящим слоганом «За наших». Мы сегодня поделим тех, которые ушли на спецоперацию. Мы за наших. Мы таким образом решили поднять ее боевой дух. Таким образом, мэрия Магаса при помощи юнормейцев решила выступить в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Ровным шагом они несут знамя победы в башню Согласия. Через считанные минуты оно будет развиваться на 100-метровой высоте. Я хочу, чтобы Россия была самая первая во всем мире. И таких молодых патриотов в Ингушетии немало. Ряды юнормии только за прошлую неделю пополнились на 6 тысяч человек. Сейчас в Ингушетии насчитывается более 15 тысяч юнормейцев. То есть это те ребята, которые сами потом изъявили желание, приобрели эту форму. И, естественно, их становится с каждым днем все больше и больше. Ведь у каждого из них, как и у нас с вами, кто-то находится прямо в пущей операции. Они все поддерживают. Это очень важно, чтобы они знали, увидели и были сами причастны к тому, что мы делаем. Тем временем юнормейцы уже забрались на 100-метровую площадку башни. Дальше они передают знамя сотруднику МЧС, который и будет водружать флаг на пике сооружения. Сейчас на 100-метровой башне Согласия развивается большой флаг с поддержкой российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Это будет своего рода маленький маяк, который будет поднимать дух армии. Зелимхан Калоев, Магомед Дальскиев, Новости 24.